В депутатстве заместитель главы администрации Московского района Бреста Алексей Шевердин не новичок. Работает второй созыв. Под прицелом телекамеры держится уверенно. Опыт работы на руководящей должности в администрации здесь явно помогает. Алексей Владимирович, ну вы один из самых молодых депутатов в Брестском городском совете депутатов. Расскажите, пожалуйста, почему 6, да, если не ошибаюсь, лет назад? Ну, да. Решили стать народным избранником. Что значит для вас этот статус? Что он дает? Ну, наверное, это определенные испытания, с одной стороны. С другой стороны, это огромный опыт. Ну и в то же время общение, общение вот с людьми, понимание внутренних каких-то проблем своего региона. Вот это, наверное, такой вот проба, проба, да, и набираться опытом в этом тоже надо. Ну, 6 лет уже какую-то черту можем подвести определенную, какую-то итог? Это бесконечный процесс, на самом деле, и он, к сожалению, от одного какого-то конкретного депутата, я думаю, что мало что зависит, да. Тут это работа коллектива, это работа взаимодействия разных структур, это правильность донесения вопроса в органы власти, отстаивание интересов своих избирателей в том числе, но и в то же время правильно надо и объяснять людям законность действий тех или других. Есть какой-то секрет, как вы лично оправдываете доверие своих избирателей? Чаще были обращения более мелкого характера, которые, ну, где-то касались сугубо лично каких-то там людей, подсказать, что, куда, как обратиться, какие документы написать, принести, как правильно это все оформить, как правильно взаимодействовать с органами и службами жилищно-коммунального хозяйства, потому что чаще всего вопросы благоустройства, порядка возникали, чего-то глобального выполнить еще, наверное, так вот явно не удалось. Асфальтировали дороги немножечко, где-то, да, приложили к этому руку, но тоже все не удалось, и ситуация не улучшается, требуется еще больше финансовых вложений, чтобы это все сделать. А здесь, как я говорил, у депутата своих денег таких нету, это все завязано в бюджете, завязано в возможностях и бюджетах, поэтому не все решается, к сожалению. Алексей Владимирович, а вот вы работаете заместителем главы администрации и, получается, по совместительству депутатам, да? Двойная ответственность или наоборот как-то вот легче? Опыт помогает? Ну, я-то сказал бы, что, наверное, легче на самом деле, а учитывая, что чаще вопросы действительно у меня пересекаются по моей основной работе, больше владеешь информацией и проще людям объяснять какие-то нормы законодательства, порядок действий, что сделать в той или другой ситуации. Алексей Шевердин регулярно встречается с горожанами, выслушивает жалобы, просьбы, проблемы, а потом решает их. Ни одно обращение без внимания не остается. А еще говорит, двери его кабинета всегда открыты для граждан. Вопросов из серии «Не по тому адресу» не бывает. Как любой депутат, неважно, в каком он округе работает, задача его – это общение с людьми и быть определенным посредником между людьми и органами власти, какими-то службами коммунальными, с целью одной – это помочь людям в решении их каких-то проблем насущных. Чаще всего, конечно, люди обращаются, ну, практика показывает, это по вопросам где-то благоустройства, озеленения территорий, ремонта дорог, проездов, дворов, подъездов и так далее. Чуть реже с какими-то личными вопросами, проблемами, или когда не знают, куда обратиться, в какую инстанцию по своим личным каким-то проблемам. Где-то здесь помогаешь. Открытый, рассудительный, понимающий, да и энтузиазма у молодого депутата хватает, что особенно важно – он знает все проблемы изнутри, так как сам проживает в округе, который курирует. Это как свой среди своих. Район Старого Востока ограничен улицами Орловской, Ленинградской, Гродинской, Московской частично. Чуть более 5,5 тысяч избирателей в конкретном моем округе было. Ну, люди, как я уже говорил, не очень часто обращаются. Где-то, возможно, пересеклись сейчас уже работа в должности замглавы администрации и депутатской работы. Они, ведя вопросы благоустройства, значит, Московского района, вопросы пересеклись. Да, и здесь, возможно, люди чаще приходят уже как замглавы администрации. Если кто-то может подумать, что депутат имеет какие-то привилегии большие и так далее, на самом деле это не совсем так. Ну, за исключением, наверное, это круга общения, это возможность входить в кабинеты, это возможность решать вопросы, когда они действительно имеют место быть. В этом помощь, как депутата, своим избирателям явная может быть. Но депутат не имеет за собой, за своими плечами, какой-то источники финансирования, чтобы решать вопросы, как говорится, быстро, оперативно и так далее. Это зависит уже от взаимодействия разных структур, от бюджета города и от многих-многих других факторов.